Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, передается ли склонность к определенному виду греха по наследству? Вы знаете, да, мы считаем, что передается, потому что генетику никто не отменял, и здесь дело даже не в духовной стороне составляющая, а в том, что природа человека напитывается грехом, и человек рождает все-таки себе подобного человека, и то, чем он напитан, то, чем он живет, безусловно, передается в его семени, в его наследство, и поэтому, к великому сожалению, это так. Другое дело, что можем ли мы избежать, так скажем, этого тяжелого наследства? Да, безусловно, можем. Когда человек встает на путь покаяния, то сколько бы поколений до него не жили во грехе, несмотря на то, что ему, конечно, будет очень тяжело нести на себя память этих своих греховных поколений, своих предков, он может с помощью Божьей, потому что Господь велик, как бы начать вращать эти колеса, которые вращались долгое время в одну сторону, такие уже, знаете, заржавевшие, в другую сторону, и таким образом спасать не только свою жизнь, но и вымаливать тех, кто жил до него, вымаливать свой рот. Это возможно, это возможно, потому что Богу возможно все. Другое дело, очень важное замечание, я часто встречал в своей пастырской практике, что дети приходили ко Христу, я имею в виду детей не в младенчестве, не в отрочстве, а уже взрослых людей или юношей, и начинали как-то каяться и пытаться жить по-христиански, и у них очень многие вещи не клеились. А потом в какой-то момент их родители приходили в храм по разным обстоятельствам, и я видел, был свидетелем того, как после первой же исповеди родителей жизнь человека начинала меняться к лучшему, несмотря на то, что он долгое время до этого был в храме, был с Богом и пытался, пытался изменить свою жизнь. Поэтому родительская ответственность за судьбу своих детей велика и огромна, и мы обязаны постоянно очищать себя через таинство покаяния, через изменение своей жизни, через просьбу к Богу о том, чтобы он очистил нас от всякой скверны, и не дал бы этой скверне распространяться не только вокруг нас, но и в будущих наших поколениях. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.